Друзья, всем огромнейший привет! Мы сегодня с вами будем развиваться с помощью прекрасной нашей матрешки. На самом деле матрешка это просто восхитительное развивающее пособие. И в два года ребенку уже доступно оно, и ребенок уже может собрать матрешку полностью из пяти деталей, и это будет развивать его глазомер, это будет развивать его моторику, это будет его занимать. Это то, что вы учите ребенка делать один раз, и потом отдаете это ребенку в свободное пользование, это то, что будет занимать вашего ребенка. И сейчас, я уверена, некоторые мамы скажут, ну вот, докатились, учим детей матрешки себя. На самом деле для того, чтобы собрать матрешку, мало быть моторно подготовленным к тому, чтобы совершить все эти действия. Еще нужна усидчивость. Сейчас у большинства детей проблемы именно с усидчивостью. И, конечно же, например, в моем детстве, поскольку у меня не было в доступе постоянно, например, телевизора, по которому шли мультики. Мультики шли в определенное время. Мне родитель не мог дать планшет или телефон, чтобы меня занять. И это, в принципе, даже не могло прийти никому в голову, что такое когда-то будет, да, когда мы, например, с вами росли. И, конечно же, мы учились собирать матрешки самостоятельно. Нам давали их в руки, нам было интересно, мы там сидели, крутили, сами что-то подбирали и сами этому учились. И это было, конечно же, плюсом такого вот детства без гаджетов. Но сейчас современные дети, просто двухлетки дать матрешку, ему может просто даже не хватить терпения и не хватить моторных навыков, потому что матрешка – это постоянное переключение моторики руки. А у нас то маленькое, у меня один хват, среднее, другой хват, да, у меня постоянно рука работает, у меня постоянно рука подстраивается под размер. То есть у меня развивается моторик, у меня развивается моторное планирование, я должен понять, а как мне сильно нужно руку растопырить. А маленькому ребенку, который матрешка большая, ему нужно две руки сразу подключить, двумя руками осуществить этот хват. И это на самом деле большая проблема для детей. Вот мы сегодня будем с вами делать из матрешки прекрасную развивающую игрушку, коей она и является. Для того, чтобы научить ребенка собирать матрешку, что можно сделать? Для того, чтобы матрешка стала именно той развивающей игрушкой, которая будет задействовать моторику. И самое главное, что у нас здесь – это глазомер, потому что ребенок учится на глаз заранее определять размер. Это то, что ему потом поможет решать многие задачи в жизни, да, в его детской и взрослой в том числе. И вовремя развитый глазомер он дает ребенку прекрасную форму решения многих задач. Конечно же, если вы дадите ребенку четырехлетнему матрешку, естественно, он ее должен сразу же без проблем собрать. Но когда мы говорим про маленьких детей, что мы будем с вами делать? Первое, что нам надо научиться делать, это нам нужно научиться матрешке просто закрывать. То есть мы с вами разбираем матрешку. И по очереди, вот у меня здесь пять матрешек. Это, кстати, матрешка моего сына. Она прекрасно служит многие годы, и я вот ее сейчас забрала в кабинет. Она у меня тут то в качестве антуража, то в качестве развивающей игры. Первое, что нам нужно сделать, это научить ребенка закрывать матрешки. То есть вы показываете ребенку, да, в полтора года это можно спокойно начинать делать, в возрасте от полутора до двух лет. Мы даем ребенку в руки матрешку и говорим, смотри, оп, закрылась. Смотри, оп, открылась. Открылась, закрылась, открылась, закрылась. И мы учим ребенка вот на конкретной матрешке ее закрывать и открывать. Еще очень классно, да, ее не только закрыть, но и повернуть ее, да, то есть подключить еще кистевой праксис, повернуть, чтобы у нее рисунок сошелся, потому что закрыть вот так, вот так закрыть, это один вариант. Повернуть еще, чтобы у нее сошелся вот этот вот рисуночек, вот этот орнамент, это еще новый уровень развития. И мы учим открывать-закрывать, открывать-закрывать. Потом даем ребенку матрешку побольше, да, смотри, там, а здесь то же самое. Открыть-закрыть, 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 подогнать по размеру. Вот ребенок учится ее открывать-закрывать, открывать-закрывать. Здесь очень много еще зависит от качества непосредственно игрушки, потому что многие, которые сейчас появляются, китайские матрешки на рынке, они могут быть слишком тугие для ребенка и на самом деле будут вызывать сложности вот в закрытии-открытии, поэтому если вы купили матрешку тугую, то разработайте ее сами, несколько сделайте движения, покрутите, поверните, покрутите, поверните, чтобы она пообтерлась, да, такой пис был. В общем, учим открывать-закрывать. Научили, потом дали побольше, открой-закрой, открой-закрой, открой-закрой. И потом вы ребенку говорите, а сейчас мы с тобой будем прятать матрешки, убирайте большие, чтобы они не отвлекали ребенка. Даете ребенку, матрешку, совсем маленькую, которая не разбирается, и говорите, давай ее спрячем. Прячь матрешку, даете ребенку инструкцию, прячь. И вот смотрите, здесь в каждой игрушке есть еще и момент, в каждой игре момент развития речи. То есть, например, вы давали ребенку инструкцию закрыть. То есть ребенок уже понимает эту инструкцию, он понимает это действие, и у него появляется это слово, либо в пассиве, либо уже в активе. Открыть-закрыть. Вы даете ребенку задание, открывай-закрывай, покрути, да, или поверни. Открой-закрой-поверни. То есть мы уже три инструкции с вами прошли, выучили. Потом мы добавляем инструкцию прячь, да, положи или достань. Это очень классно работает, когда мы занимаемся какой-то вот такой приятной, развивающей игрой. Вы используете слова чрезвычайной важности. Это то, чем мы занимаемся с вами на марафоне по развитию речи за 10 дней, за 10 шагов. Потому что мы даем простые инструкции, которые быстро у ребенка переходят в актив. Он их начинает понимать, потому что он их произвел, и он начинает ими пользоваться. И потом мы говорим, прячь матрешку, вот смотри мы с тобой, да, то есть у ребенка еще координация прорабатывается, потому что ему нужно попасть. А теперь закрывай, да, и вы даете обязательно эмоциональное подкрепление. О, спрятала, а где же эта матрешка? Нет матрешки, мы ее с тобой спрятали. И потом мы открыли, доставали, доставили, спрятали. И таким образом вы проходите все этапы. Собрал ваш ребенок эту матрешку и говорит, а давай теперь сюда спрячем, поместится она или нет. И мы с ребенком прячем, да, вот спрятали. О, еще одну матрешку спрятали, где же теперь у нас две матрешки? И вы таким образом все это проигрываете. Когда вы дошли, например, до среднего размера, что вы можете сделать? Вы можете попросить ребенка достать, и уже со стола мы не убираем все, что мы тут понаразбирали. Потому что ребенок теперь уже с помощью своего глазомера должен сам подобрать, где, да, у нас будет голова от вот этой матрешки. Да, какая у нее голова? Давай, смотрите. Ребенок разбирает, понимает по размеру, что нет, это не подходит. И постепенно у него вот этот глазомер формируется. И он формируется на матрешке очень хорошо. Потому что они все, как правило, одинакового цвета. И они отличаются только размером. Вот это преимущество. Да, есть матрешки, которые по-разному разукрашены. Есть матрешки такие, как из сказки. То есть там сначала один персонаж, второй персонаж. Я видела такие прорепку, там, внучка, да, и потом у нас там бабка и детка. А вот матрешки, которые раскрашены одинаково, они именно развивают момент вот с размером. То есть у ребенка нет возможности подобрать по цвету, потому что цвет у них совпадает. И ребенок именно глазомер развивает. То есть так, о, нет, не подходит. А отсюда? Нет, не отсюда. А какая тогда отсюда? Вот это. И ребенок учится сопоставлять по размеру. И постепенно вы будете увеличивать объем. И постепенно вы дойдете до того, что ребенок будет видеть на столе полностью разобранную матрешку. И он уже быстро научится ее собирать. Вот так вот, поэтапно. У каждого ребенка на это уходит совершенно разное количество времени. Это можно сделать за неделю. Научить полностью собирать матрешку, занимаясь ей буквально по 5 минут в день. У кого-то, если особенно ребенок моторно неловкий, у него может уйти больше времени именно на то, чтобы подстроить руку, соединить. Но, в принципе, никогда это не занимает больше месяца. Это 100%. Месяц это уже если мама начинает халтурить и не предлагать матрешку. Неделя это вот такой оптимальный вариант, за который, оптимальное такое время, за которое можно ребенка научить собирать матрешку. И это то, что на самом деле будет ребенка занимать. Потому что вы заметите через какое-то время, что если вы просто где-то на полу положили разобранную матрешку, у ребенка интуитивно, на уровне инстинкта будет срабатывать тот момент, что «Ага, я должен ее собрать». И ребенок будет сидеть и эту матрешку собирать и удивляться, а куда это у нас все матрешки деваются. И вот такие вот на самом деле простые игры, если мы их даем своевременно, если мы матрешку даем ребенку не в 4 года, не в 3 года, а начинаем давать ее с 2 лет, она на самом деле будет иметь колоссальный развивающий потенциал. И матрешки на самом деле любят абсолютно все дети, когда они понимают, в чем их принцип, когда они не боятся взяться за эту работу. И у меня, например, Толя, до сих пор он может прийти ко мне в кабинет и сесть матрешку пособирать, поразбирать. Потому что, а что это дает? У тебя руки работают, ты получаешь быстрый результат, то есть ты закрыл, уже результат получил. Когда ты собираешь какие-то головоломки, например, тетрисоподобные, какие-то головоломки, которые нужно сначала собрать и потом только увидеть результат, они, как правило, не всегда заходят с первого раза. У матрешки результат максимально быстрый. Собрал, получил результат, собрал, получил результат, разобрал, получил результат. Не бойтесь ребенку помогать иногда, именно вот если это вызывает какие-то физические сложности у ребенка. Например, у меня Толя просил иногда, мам, а разбери мне, разбери мне матрешку или мам, а помоги мне, у меня там не получается что-то открутить. Естественно, мы помогаем, потому что, особенно, когда речь идет о большой матрешке, а ручки-то у ребенка маленькие, ему может быть просто чисто физически еще недоступны это действие. Но вот разобранная матрешка, она действует на детей просто ошеломляющим образом, она их как будто притягивает и гипнотизирует, потому что ребенок сразу понимает, что он должен сделать. Если сложность возникает со сбором всей матрешки целиком, вы можете первое время выставлять вот так, как я сейчас выставила. То есть у каждой матрешки напротив нее стоит ее голова. Потом вы уже начинаете все это перемешивать, поворачивать, обракидывать, разбрасывать, и ребенок уже с помощью именно непосредственно своих глаз собирает ее, развивается, и вы получаете несколько минут тишины и покоя, потому что она на самом деле очень притягательна. Увидимся с вами в следующих видео. Если нужно разобрать какие-то еще простые базовые игрушки, с которыми у вас возникают сложности, обязательно пишите, и я их с удовольствием разберу.